Девушки отдыхают Девушки отдыхают На борту экипаж Летчик Владимир Кокенаки И штурман Михаил Гордиенко Они летят в Нью-Йорк По кратчайшему маршруту Через Атлантик Сначала все идет хорошо Неприятности начинаются после того Как самолет проходит в Хельсинки Не работает автопилот Это означает, что летчик должен постоянно Держаться за штурвал Подменить его некому Вскоре начинается Атлантика Портится погода Самолет вынужден лететь на большой высоте Над Аблакане Постоянный встречный ветер Неумолимо съедает горючее Кончается кислород Кокенаки управляет самолетом На пределе человеческих сил Он уже 20 часов за штурвалом На исходе суток Экипаж получает радиограмму Все восточное побережье Америки Передали по радио Закрыто Ни один аэродром не принимает Летчик поворачивает назад Над Канадой есть небольшие разрывы В туманной облачности В Москву с борта самолета Уходит тревожная радиограмма О вынужденной посадке После этого экипаж Перестает выходить на связь Владимир Константинович Кокенаки Родился 25 июня 1904 года В Новороссийске В многодетной семье греков-переселенцев Удивительный факт Пятеро братьев Кокенаки Связали свою жизнь с авиацией Двое стали героями Советского Союза Детство Володи проходит на берегу Черного моря Он работает на виноградниках Матросам и грузчикам в порту Тяжелые физические нагрузки Закаляют молодой организм И обеспечивают его крепким здоровьем В мае 25-го Кокенаки уходит в армию Вначале он служит в пехоте После окончания срочной службы В июле 27-го Владимиру, благодаря его физическим данным Предлагают перейти в авиацию Он с радостью соглашается И поступают в Ленинградскую Военно-теоретическую школу ВВС Потом учеба в Борисоглебской летной школе Окончил ее Затем пришлось работать в истребительной части В школе инструктором Потом в научно-испытательном институте Летчиком-испытателем В институте Кокенаки участвуют В испытаниях известного истребителя И-16 И самолета Звена Владимир неизменный участник Всех авиационных парадов В составе легендарной красной пятерки Все идет хорошо Но тут происходит встреча Которая полностью меняет всю его дальнейшую жизнь Он знакомится с авиаконструктором Сергеем Ильюшиным Ильюшин только что организовал Своё конструкторское бюро И ищет летчика-испытателя Кокенаки соглашается И в марте 35-го переходит в ОКБ Так начался его 30-летний период Летной работы в этом прославленном коллективе Кокенаки поднял в небо И провел испытания всех Без исключения самолетов Ильюшина Выпущенных в эти годы Примечательно, что он ни разу Не покинул самолет с парашютом Это свидетельство не только Высокой надежности самолетов марки Ил Но и незаурядного Мастерства летчика Благодаря прекрасному здоровью И исключительной выносливости 21 ноября 1935 года Кокенаки доверяют установлению Мирового рекорда высоты полета С самолета И-15 для снижения веса Снимают почти все приборы Сам летчик одевает только утепленную куртку С сунтами и кислородную маску Почти час при 60-ти градусном морозе Самолет карабкается вверх Сегодня я забрался на высоту 14 575 метров Тем самым установил новый Всемирный мировой рекорд высоты К сожалению, Советский Союз В то время еще не является членом Международной авиационной федерации И этот рекорд не признают В качестве мирового 20 апреля 1936 года Кокенаки впервые в нашей стране Выполняет петлю Нестерова На тяжелом двухмоторном самолете А летом того же года Устанавливает на ЦКБ-26 Четыре рекорда грузоподъемности К этому времени наша страна Уже вошла в Международную авиационную федерацию И Советский Союз Открывает свой список мировых рекордов Тогда же Кокенаки получает Свою первую награду Орден Ленина 27 июня 38-го С Щелковского аэродрома Взлетает самолет ЦКБ-30 Москва Который пилотирует Владимир Кокенаки Штурманом у него Александр Брянтинский Их путь лежит на Дальний Восток За сутки полета Самолет преодолевает почти 7 тысяч километров И приземляется в городе Спаск Дальний Приморского края 17 июля 1938 года Владимир Константинович Кокенаки Становится героем Советского Союза Менее чем через год Владимир Константинович Решает выполнить беспосадочный перелет в Америку Экипажи Чкалова и Громова уже выполняли такие перелеты Но их маршрут пролегал через Северный полюс И необжитые районы Крайнего Севера Эта трасса совершенно не годится для пассажирских перевозок Нужен новый маршрут И Кокенаки находит его Он предлагает лететь в Нью-Йорк через Атлантику Скептики возражают От Америки к Европе дуют постоянные ветры Время полета увеличивается почти на треть Может не хватить горючего Но летчик упрямо стоит на своем Надежный воздушный путь из Москвы в Америку Лежит через Атлантический океан Сталин дает добро на выполнение перелета по маршруту Кокенаки Когда самолет пошел на вынужденную посадку В Москве была ночь До утра никто в штабе перелета не сомкнул глаз Наконец приходит радиограмма из Америки Самолет сел на маленький остров Мискоу На Атлантическом побережье Канады Пролетев 6,5 тысяч километров по прямой Когда утром на остров прилетают канадские самолеты Ни один из летчиков не рискует посадить там свою машину Можно только гадать, как это удалось ночью Кокенаки Америка восторженно встречает героев Не менее теплая встреча ожидает экипаж в Москве До сих пор маршрут проложенной Кокенаки Используется для регулярных беспосадочных перелетов из Москвы в Нью-Йорк и обратно В 1965 году Владимир Константинович был награжден бриллиантовым ожерельем Цепь пионера Розы Ветров Как первопроходец кратчайшего авиационного пути между Европой и Америкой Он единственный отечественный летчик, удостоенный такой чести Но это было позже А тогда, 11 июня 1939-го, Кокенаки награждают третьим орденом Ленина И медалью за отвагу Это единственный случай, когда за один подвиг были вручены сразу две награды Но перелет в Америку стоил того До конца своей жизни Владимир Константинович считал его самым трудным полетом в своей летной биографии Потом была Великая Отечественная война, в которой прослабились испытанные им самолеты Штурмовики Ил-2 и дальние бомбардировщики Ил-4 Таков был вклад Владимира Кокенаки в победу Сам он всю войну испытывает новые самолеты Одновременно возглавляя летную службу всей авиационной промышленности В апреле 1943-го Кокенаки становится генерал-майором авиации После войны он дает путевку в небо самолетам Ил-12 и Ил-14 Которые долгие годы летали на пассажирских трассах Потом был реактивный бомбардировщик Ил-28 Ставший основой нашей фронтовой авиации И пассажирский Ил-18, летающий до сих пор 17 сентября 1957 года Владимир Константинович Кокенаки был награжден второй медалью «Золотая звезда» Он стал единственным дважды Героем Советского Союза Получившим обе золотые звезды за летные испытания Через два года ему в числе первых присваивают почетное звание Заслуженный летчик-испытатель СССР А в 60-м за испытания самолета Ил-18 присуждают Ленинскую премию В эти же годы Кокенаки устанавливает 13 мировых авиационных рекордов И становится заслуженным мастером спорта СССР И уже в своем солидном для летчика возрасте Мог производить посадку тяжелого многотонного самолета Ил-18 Одной левой рукой В январе 1963 года Кокенаки поднимает в небо реактивный красавец-лайнер Ил-62 Ставший гордостью аэрофлота Но возраст уже дает знать о себе Испытание самолета заканчивает уже ученики Владимира Константиновича 1 октября 1964 года Кокенаки в последний раз поднимается в небо как летчик Он испытывал самолет Ил-62 в возрасте В котором никто уже в мире в то время не поднимался в воду Расставшись с небом Кокенаки остается в любимом ОКБ Сначала трудится инженером-методистом А затем становится ответственным представителем Генерального конструктора в летнодоводочном комплексе Его авторитеты и заслуги получают признание мировой авиационной общественности С 1961 года Кокенаки вице-президент А в 67-68 годах президент Международной авиационной федерации Дважды герой Советского Союза Кавалер 16 орденов Владимир Кокенаки Ушел из жизни 7 января 1985 года Он прожил долгую и счастливую жизнь Начав летать на поршневом У-1 Кокенаки завершил свою летную карьеру Реактивным лайнером Ил-62 Который и сейчас летает в Америку По маршруту, проложенному им в далеком 39-м Мне этот бой не забыть нипочем Смертью пробитан воздух А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды Продолжение следует... Продолжение следует...